Значит, правый полукорпус. Сняты клапаны. Если видно, то направляющие где-то более-менее ровно, где посмещены. Клапаны будут очищены. Вот они. Вот в таком они стояли практически все. То есть лайка тоже села кожа. Ну, сырость присутствовала. Видно её на металлических частях. Небольшое количество ржавчины, но есть. Поэтому, видимо, и то, что лайка короче, чем металлическая часть клапана, это связано с тем, что от сырости она просто села. И вот видно, где прижималась она, одно отверстие, второе отверстие, и третье приходится как раз на край. Там наверняка воздух пропускался, сифонило. Так что, какую-то компрессию, герметичность. В общем, здесь об этом речь нет. Ну, пока всё. Всё это снимется, зачистится до металла, потому что клеить новый клей на старый, который, так сказать, плохо держится, ну, лучше этого не делать, чтобы потом не отходило. Вот. Вот. Вот здесь есть проблема одна. Вот на этой штучке. Не доходит она. Нам стараться будет её решить. Тех закрывает более-менее хорошо. Вот. Ну, посмотрим вот с той стороны, оттуда, снутри. Вот. Чем это связано. Вот. Не доходит где-то полмиллиметра. То есть, должно окно полностью перекрываться, но не перекрывается. Вот тоже видно. Вот. Ну, что. Или что-то по механике здесь, в регистровом механизме. Или же... как говорится, савдепия. Выточена вот эта вот шторка перекрывающая, открывающая. Открыл, звук идёт. Здесь и здесь. Закрыл, здесь не идёт, идёт в других. Ну, и так далее. Так вот, вот она, вот, может быть, гнёзда, то есть, отверстие выточенное. Не точно. То есть, перетащили. Ну, посмотрим, короче говоря. Вот. Пока всё. Ну, грязь надо будет тоже убрать, тем более, что здесь чего только нет. Вот. Всё. Так, всё очищено. Вот. Это всё на выброс пойдёт. Вот. Наклеится тогда поролон и новые лайка тоже, естественно, будет показано. Ещё будет обрезана резиновая. То есть, с резиновыми надо будет подумать хорошо. Всё. Такой вариант не очень у нас устраивает. Тем более, что резина уже тоже, она как-то была мягче лет на 10-15 назад. Сейчас ещё пока ничего, но тверже. Всё. Так, небольшая запись. Вот новые клапаны. Лайка, поролон. Поролон между... Ну, в общем, идёт клапан алюминий, потом ткань, потом поролон, снова тонкой стой ткани и уже лайка. Вот. Значит, здесь для мягкости срезано, оставлено где-то половину резиновые, соединительные, так сказать, части. Вот. При этом, некоторые расположены прямо, некоторые вот под таким углом. всё зависит от того, насколько, под каким углом была направляющая вставлена. То есть, видимо, не регулировалось. Фаблично рассчитывали, что, так сказать, вот... угол давления и установки, скажем, направляющей алюминиевой, направляющей рычага, ну, клавиши на клапан, будет компенсироваться вот мягкостью вот этой вот соединительной резины. Вот. Поэтому она вот подсыхает, становится твёрдой, но при снятии видно на некоторых, что эти отклонения вот так идёт, или вот то смещение. Вот. Поэтому я убрал вот спереди и сзади, так сказать, оставил только среднюю часть, чтобы давление было только на середину. И при этом, когда все клапаны будут поставлены на свои места, полиуретановый клей, силиконовая основа такая, ну, момент используем. Вот. Он достаточно мягкий, здесь достаточно будет капитать до фиксации. Вот. Чтобы клапан, в общем-то, и так двигался, и так, как я уже говорил. И выполнял свою функцию. Ну, всё. Теперь следующее надо будет очистить декту. Вот. Там она вся грязная. Вот. И потом уже вставить клапан и регулировать правую механику по высоте клавиш, по направлению направляющих. Вот. Чтобы они по центру всё это выдавали подход, выход над клапан на свои отверстия. Всё. 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 Всё.